Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня в России отмечается памятная дата День неизвестного солдата. Это память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами. В установлении данной даты обосновывается необходимостью вековечения памяти воинской доблести и бессмертного великого подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами, чье имя осталось неизвестным, а также это будет способствовать укреплению патриотического сознания. И сегодня председатель правительства Республики Асланозов, первый заместитель председателя Народного собрания Дагир Смакуев и мэр Черкеска Алексей Баскаев возложили цветы к мемориалу-памятнику воинам, не вернувшимся с войны. Героический подвиг совершили наши воины Великой Отечественной войны, и многие из них неизвестны, к сожалению. Поэтому мы должны помнить всегда и передать молодому поколению. Мы всегда должны почитать этот подвиг. Печальная весть ушел из жизни Муса Магомедович Узденов, почетный председатель Малокарачаевского района Совета ветеранов войны и труда, заслуженный работник народного образования Карачаева Черкесии. Он родился в 1931 году в ауле Хурзук, посвятил свою жизнь благородной профессии педагога, более 40 лет проработав в Малокарачаевском районе. Сначала учителем, затем директором школы, а после стал руководить отделом образования. Даже с выходом на пенсию Муса Узденов не изменил своей активной жизненной позиции, возглавлял районный совет ветеранов, содействовал появлению аллеи героев и изданию книг, книги памяти об участниках Великой Отечественной войны, жителях Малого Карачая. У Мусы Магомедовича было много наград и поощрений за личный вклад в развитие сферы образования и масштабную общественную деятельность. Деятельность награжден орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесией. Также он был прекрасным семьянином. Вместе с супругой они воспитали порядочных детей, внуков. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов выразил слова о соболезновании родным и близким Мусы Узденова. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 12 497 человек. Из них 9634 человека выздоровели, 879 госпитализированы. Эбит-обстановка в Карачаевске и Карачаевском районе достаточно стабильна. На сегодняшний день на лечение от коронавирусной инфекции по Карачаевскому городскому округу находится 363 человека. По Карачаевскому району 241. Каждый день медицинские работники оказывают помощь ковид-больным. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Мы каждый день наблюдаем наших пациентов и стараемся оказывать им помощь. На сегодняшний день медицинские работники Карачаевской центральной городской районной больницы каждый день выезжают на вызовы и наблюдают больных, которые болеют в легкой форме. Главный врач больницы Козвик Мучаев отметил, что особое внимание медики обращают больным пожилого возраста. Эпидемиологическая ситуация в округе и в районе достаточно стабильно, отмечает главврач. С начала пандемии уже выздоровело 977 человек. На сегодняшний день по Карачаевскому городскому округу 363 человека у нас находятся по наблюдениям и на лечении. По Карачаевскому району 241 человек. Из них детей 65 человек. Ну так как дети переболевают, всем известно, не очень тяжело. Поэтому основное внимание идет у нас на людей тяжело болеющих и на лица уже более-менее преклонного возраста. Сейчас в ковид-госпитале в поселке Правокубанский проходит лечение 48 тяжелобольных коронавирусной инфекцией. В случае необходимости будет введен в эксплуатацию дополнительное лечебное отделение для тяжелобольных с реанимационными койками. Отделение полностью обеспечено медикаментами, СИЗами сотрудники обеспечены, то есть работает по всем стандартам, по приказу и по рекомендациям нашего Министерства здравоохранения. Во всех аулах и вообще во всех точках Карачаевска и Карачаевского района имеются фельдшеры, имеются бригады скорой помощи. Там, где в какой-то момент нет врача, мы преклондируем врача из нашей центральной поликлиники. Ни один человек, нуждающийся в медицинской помощи, не остается без нее. Также главный врач подчеркнул, что каждый день медики берут тесты и объем достаточно большой. Ранее были сложности в обеспеченности аптек необходимыми лекарствами, а теперь медикаменты больные будут получать бесплатно. Уже пять дней, как нам поступили препараты по федеральной программе, и мы уже в течение этих пяти дней передаем эти препараты пациентам на участках. Бесплатными препаратами в первую очередь будут обеспечиваться люди преклонного возраста, старше 65 лет, и инвалиды, то есть люди, которые не могут сами добраться до аптеки, малоимущие, может быть. То есть идет приоритет именно в сторону людей по обеспечению этими препаратами, нам тяжелее это сделать сами. Медицинские работники подчеркивают важность соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм, быть внимательными и осторожными. Алихан Лебшоков, Али Бастана, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, и днем будут порывы до 10-14. Температура ночью 0-5, днем 4-9, выше нуля. В горах минус 1, плюс 4. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. В Черкесске без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, днем порывы будут до 10-14. Температура ночью 0-2, днем 4-6, выше нуля. Скидки до 30% на все – это раз. Куртка в подарок – это два. Рассрочка на три года – это три. Ветские меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит. Поставки не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж – больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. С 1 июня 2020 года изменился порядок взыскания по исполнительным документам и существенно увеличилось количество граждан, обращающихся в службу судебных приставов по вопросам применения нового закона. С каких социальных выплат можно взыскать долги, а с каких нельзя, рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов России по Карачао-Черкесии. Все подробности в репортаже Аллы Динаевой. Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачао-Черкесской республике поясняет, что в случае, если должник, гражданин узнал о том, что у него списали денежные средства, то в первую очередь он должен обратиться в кредитную организацию. В связи с тем, что 12-м федеральным законом о внесении изменений в федеральный закон об исполнительном производстве внесена обязанность кредитным организациям маркировать те денежные средства, на которые не должно сработать наше постановление. Пенсия по-прежнему может быть взыскана в рамках исполнительного производства, говорят судебные приставы. По инвалидности, по старости накопительная пенсия не обладает иммунитетом. Это те денежные средства, на которые мы можем обратить взыскание и взыскать в соответствии с 99-й нашей статьей в размере до 50%. В случае, если это особая категория исполнительных производств, в том числе и 70%. В федеральном законе об исполнительном производстве есть статья 101, в которой указаны виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Этот перечень исчерпывающий. И вот этот перечень социальных выплат, которые не подлежат аресту судебными приставами. Это деньги, которые выплачиваются в счет возмещения вреда, причиненного здоровью, компенсация вреда из-за смерти кормильца, денежные суммы, выплачиваемые лицам, получившему ввечи, ранения и травмы при исполнении служебных обязанностей, компенсации средств федерального бюджета и бюджетов России по уходу за нетрудоспособными лицами, денежные компенсации, которые перечисляются гражданам на определенные цели, в частности, компенсации стоимости проезда и покупки лекарств, алименты, компенсации, указанные в трудовом законодательстве в связи со служебными командировками, переводом или направлением в другую местность, связанные с изнашиванием инструмента работника, компенсация на случай рождения ребенка, смерти родных и регистрации брака, страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию, пенсия по потере кормильца, которая выплачивается из средств федерального бюджета и доплата к ней из регионального бюджета, детское пособие, материнский капитал, средства материальной помощи, выплачиваемые в связи с терактом, смертью члена семьи, оказанием содействия при выявлении терактов и преступлений, компенсации стоимости путевок, санаторно-курортного лечения и прочее, компенсация стоимости проезда к месту лечения и обратно, социальное пособие на погребение. И еще новые выплаты социального характера, на которые не допускается наложить взыскание по федеральному закону, это средства, выделенные пострадавшим в результате ЧАЭС, например, катастрофы или прочие форс-мажорные обстоятельства, а также средства, выделенные и единовременной материальной и финансовой помощи, если они были выплачены члену семьи гражданина, погибшего в результате ЧАЭС или гражданам, здоровью которых причинен вред разной степени тяжести. Алла Динаева, Роберт Джигутанов, Александр Горпенченко, Вести, Крачево, Черкесия. Качественное образование и комфортные условия обучения теперь будут в специальной коррекционной школе первого вида Черкесской. Это стало возможным благодаря участию педагогического коллектива в национальном проекте Доброшкола, реализуемый в рамках федеральной программы «Современная школа нацпроекта образования». Пять кабинетов школы оснащены высокотехнологичным оборудованием стоимостью до 8 миллионов рублей. О том, насколько стал процесс обучения и воспитания, легким узнавала Альбина Ламкова. Очень нравится учить, работать на компьютер. Лейла Быдаева учится в 4 классе в специальной коррекционной школе первого вида. Успех владения ее речью, конечно же, первоочередная заслуга преподавателей. Но трудолюбие и тяга к обучению школьников играют важную роль в учебном процессе, отмечают учителя. Нужно сказать, что все дети стремятся и прилагают необходимые усилия в усвоении новых знаний, которые дают им на уроках. Успешно реализованный проект «Добро. Школа» позволит ребятам с особенностями развития лучше осваивать учебные программы и сделать более эффективной работу преподавателей с помощью оснащения современными комплексами и материалами кабинета влагопеда, дефектолога, психолога. Учителя и ученики уже успели оценить достоинства продукта нового поколения. Вибротактильный стол и электроакустическая аппаратура стали незаменимыми в процессе обучения для детей с тяжелым нарушением слуха. Позволяет детям с помощью вибраций всем телом через костную проводимость услышать звуки. Это аппаратура для тех деток, у которых тяжелые нарушения слуха. Стал главным помощником для учителей-дефектологов, а также воспитателей и, конечно же, хорошим другом для детей новая образовательная система «Мультимайн-клсалдинг». Что включает в себя «Мультимайн-клсалдинг»? Это интерактивный стол, в который входит мультимедийное программное обеспечение. В него входит 9 тематических модулей, которые охватывают всю программу начальной школы. Также здесь есть ховрики, которые меняются в зависимости от задания. Также оснащен клавиатурой, двумя мышками для работы в команде и веб-камерой, которая распознает детоктический материал. Все новое высокотехнологичное оборудование было сделано по заказу учителей. Дефектологи и психологи учли все необходимое в своей работе. Весь педагогический состав удивился, когда перечень в указанном списке был доставлен в школу. Всю технику, предметы и материалы с большим удовольствием расставили в новые отремонтированные кабинеты с соответствующей мебелью. Проект был очень серьезный. Занимались этим вполне достойные люди. Контроль был жесточайший со стороны Москвы. Я хочу сегодня от школы поблагодарить замечательных вот этих людей, которые нам, скажу, этим оборудованием загрузили нашу школу. Детишки радостные, учителя довольные. Все это пойдет на благо. В коррекционной школе-интернат первого вида учатся 68 человек. Все выпускники школы в будущем выбирают профессии по своей душе. А чтобы мальчики успешно освоили наиболее востребованное и доступное ремесло, в мастерской школы установили новое высокотехнологичное оборудование. В мастерской у девчат тоже изменения. Не забыли про кабинет технологий. Здесь новая мебель, современное оборудование. Это машинки «Аверлог» немецкой известной фирмы. А также вот эти вот замечательные манекены разного размера. Эффективность работы психолога во многом зависит от условий помещения, в которых они проводят занятия с детьми. Поэтому и он не остался без внимания. Оборудован всем необходимым. В нем присутствуют важные технические средства. Наглядно демонстративные пособия и спортивный инвентарь. Помещение оснащено и современным оборудованием для релаксации, где дети смогут расслабиться и отдохнуть после продолжительных занятий. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Тайны следствия».